Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Шелест Наталья Александровна, кардиолог клиники Эксперт. И сегодняшняя тема у нас – боль в грудной клетке. Самая типичная жалоба, с которой обращаются пациенты. И я хочу поделиться интересным клиническим случаем. Ко мне обратилась молодая пациентка, 38 лет, 12 ноября 2020 года. Предъявляла жалобы на Жене в прекардиальной области. И она появилась в районе 4 ноября 2020 года. Сохранялась в течение нескольких дней подряд. Имела такой некоторый мигрирующий характер, не ограничивающий выполнение повседневных физических нагрузок. Не было связано с положением туловища, приемом пищи. В общем-то, в целом, не ухудшающее общее самочувствие. И как-то постепенно, через некоторое время, Женя самостоятельно купировалась. И уже когда ко мне она обратилась, Жени в грудной клетке не было. Из истории заболевания известно, что в 2004 году, когда ей было всего 22 года, был впервые пароксизм зарегистрирован тахикардия. Это была ритмирована узкокомплексная тахикардия. Купировалась она путем введения виропамила. А в последующие годы ее жизни крайне редко короткие эпизоды сердцебиения возникали. Самостоятельно купировались. И в целом они ее не беспокоили. По кардиограмме был выявлен синдром укороченного ПКУ, феномен предвозбуждения желудочков. И вот в 2005 году на электрокардиограмме мы увидели уже некоторые изменения процесса при поляризации. Это диффузное снижение амплитуды зубцитеты во всех отведениях. И на тот момент она проводила холтеры КГ и зарегистрирован кратковременный эпизод депрессии сегмента СТ в отведениях, характеризующих нижнюю боковую стенку. Это были безболевые эпизоды депрессии. Но в течение последующих лет она к кардиологу или терапевту по этому поводу не обращалась. А в 36 лет вновь делала холтеры КГ и там зарегистрирован был эпизод выраженной депрессии сегмента СТ в течение 7 минут при не очень высокой частоте сердечных сокращений 106 ударов в минуту. Но также не продолжила обследование и не обращалась к кардиологу. А вот перед моим консультированием она самостоятельно провела холтер ЭКГ в течение 48 часов. И там был зарегистрирован уже эпизод этапезависимого ухудшения процесса при поляризации миокарда левого желудочка. И их было довольно-таки много раз. Некоторые эпизоды сопровождались сжением грудной клетки, а некоторые были безболевыми. В течение предшествующих лет она дважды делала эхокардиографию, но патологии выявлено не было. Вот на представленном слайде мы видим электрокардиограмму, где диффузное снижение амплитуды зубца Т. И есть небольшая депрессия сегмента СТ во втором, третьем отведении ВВ, В5 и В6. Конечно же, мы предварительно обсудили обследование и диагнозом боль в грудной клетке и неуточненной этиологии. Ишемическая болезнь сердца под вопросом микровоскулярная стенокардия под вопросом была направлена на проведение стресс-теста КГ. И зарегистрирована на пике физической нагрузки 125 Вт, нарастающая депрессия сегмента СТ во втором, третьем ВВ и В5, В6 отведениях. И тест был оценен как положительный. В этот же период времени пациентка провела ультразвуковое исследование сонных артерий. И здесь выявлены изменения довольно-таки серьезные. Это утолщение дистального отдела брахиоцефального ствола до 2,1 мм. Здесь мы видим в общесонной артерии сужение просвета до 50% и значительное утолщение стеночки артерии, потерю дифференцировки на слои. С распространением этого процесса на левую общесонную артерию, также с потерей дифференцировки, но с чуть меньшим объемом уменьшения просвета сосуда. И в правой подключичной артерии отмечалось утолщение стеночки до 1,8 мм. Последовательно было проведено исследование артерии брюшного отдела аорты, ее ветвей, артерий нижних конечностей, почечных артерий и коронарных артерий, где патология не выявлена. В динамике данной пациентки было сделано вновь ультразвуковое исследование сонных артерий, и мы увидели небольшое, но все-таки увеличение стеноза общесонной артерии справа до 60%, а слева до 55%. Конечно же, пациентка была направлена на консультацию к ревматологу. Проведены ревматологические пробы, они были отрицательными, и предварительно ревматолог выставил диагноз вероятный аортырит, баскулит брахиоцепальных артерий. Мы проанализировали архивные данные и увидели, что еще в 2018 году цирреактивный белок был повышен до 10,2. Связать с какой-то предшествующим инфекционным заболеванием мы не могли. Вот 11 ноября 2020 года цирреактивный белок и общий анарис крови в целом были нормальными. В январе 2021 года с целью уточнения причин нарушения процесса при поляризации была проведена перфузионная стентография миокарта в областной больнице, и там патологии не выявлено. Конечно же ревматологам на первом этапе было назначено лечение целикоксиб 200 мг один раз в день. Но в динамике проводилась контроль анализов, проводилось ультразвуковое исследование сонных артерий, и мы не отметили положительных результатов. Был подключен преднизолон и отменен целикоксиб. На фоне приема преднизолона 5 марта 2021 года мы провели ультразвуковое исследование сонных артерий, и оказалось, что уровень стеноза общей сонной артерии справа остался 60%, слева увеличился до 60%, и подключичная артерия справа, увеличение толщины комплекса интимомедия до 2,5 мм, и уже появился стеноз до 25%. Пациентка самостоятельно обратилась в институт ревматологии имени Насоновой, и там консилиумом ведущих сотрудников с нашими результатами предварительного обследования был выставлен диагноз артерит-такаясу, первый тип с поражением артерий, профицепальных и высокой степени активности. В связи с чем был уже назначен третий этап лечения – это преднизолон в дозе 30 мг в сутки и метатриксат 10 мг в неделю с постепенным повышением дозы до 20 мг в неделю. На этом фоне мы отметили положительную динамику. На данной таблице представлены результаты наблюдения в течение последующих двух лет. Обращаю внимание на то, что в январе 2021 года был очень значимый прирост уровня цирреактивного белка и соя, а в последующем уже мы видим на комбинированной терапии преднизолона с метатриксатом постепенное снижение уровня и данных показателей. Но эпизодически все-таки колебания происходили. Это было связано с тем, что немного меняли дозу преднизолона и, конечно же, была вот эта реакция. Вот на этой диаграмме более четко видны вот эти показатели, где был пик повышения цирреактивного белка и соя, и потом постепенное все-таки снижение на фоне лечения. В 2022 году период был наблюдения со стороны ревматолога, в большей степени регулярной сдачи анализов, контроль ультразвукового исследования сонных артерий с некоторой положительной динамикой. В январе 2023 года мы проводили стресс-тест СКГ для определения толерантности к физической нагрузке на фоне приема корвидилола. Здесь мы увидели также нарастание депрессии сегмента СТ по нижней и боковой стенке, но уже выполнена была нагрузка 150 Вт, достигнута субмаксимальная частота сердечных сокращений 151 импульс в минуту, и тест оценился как высокая степень толерантности к физической нагрузке. В январе 2023 года мы провели МСКТ-ангиографию брюшного тела аорты по рекомендации ревматологов, и там патологии никакой не выявлено. А вот данные слайды электрокардиограммы. За 17 октября 2023 года мы видим положительный результат лечения, где увеличены амплитуды зубца Т и практически отсутствует депрессия сегмента СТ по боковой стенке. 25 октября проведены контрольные исследования ультразвукового исследования бракоцепальных артерий и уменьшения стенозов в общей сонной артерии справа, в общей сонной артерии слева. И отмечается некоторая положительная динамика по подключичным артериям справа и слева. И, в общем-то, на сегодняшний день пациентка принимает у нас лечение ацетилсалициловую кислоту розовостатин-корбетилол. Бритнизолон был отменен еще с августа 2022 года, с марта 2023 отменен метатриксат. И субъективно отмечает хорошее самочувствие, боли в грудной клетке не беспокоят. Конечно, в настоящее время еще у пациентки рано говорить о стойко-ремиссии заболевания. Сохраняются стенозы подключичных артерий и сонных артерий. И, учитывая то, что заболевание может носить и рецидивирующий характер, с распространением на другие артерии воспаления. Формирование, может быть, стенозов стойких, окклюзий, тромбозов артерий. Динамическое наблюдение необходимо. И, конечно же, коррекция терапии. И вот с учетом того, что пациентов очень мало, и наблюдения непродолжительные, и нет высокого уровня доказательной базы о симптоматической терапии, о ее комбинации, о продолжительности, необходимости применения их. Мною было принято решение, что все-таки нужно продолжать прием дезагреганта, статины и бета-блокатора с дальнейшей оценкой маркеров воспаления, ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий. И хоть и нет доказательной базы прямой корреляции баскулита с развитием атеросклероза артерий, все-таки придерживаясь мнения, что статин обладает противовспалительным действием, и для первичной профилактики раннего развития атеросклероза в дозе 20 мг розового статина она продолжает прием с хорошим достижением целевого уровня липопротеидов низкой плотности. Представлена литература, которой я пользовалась для оценки данного заболевания в мировой практике и предлагаю на обсуждение вопрос о необходимости продолжения вот этой вот трехкомпонентной терапии дезагреганта, статины и бета-блокатора для моей пациентки и была бы очень рада за ответную обратную связь. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok